Что говорить? Кто ты? Кто я? Да хуй знает, кто я. Здравствуйте, меня зовут Илья Куликов. Я автор и режиссер сериала «Полицейские срублевки». Сериал реально изначально назывался «Честь имею». Название такое, оно многоуровневое. О том, что сначала кажется, что это игра слов типа «Честь имею», но имела ли вашу честь? Честь имею. Даже сначала кажется, что это просто какое-то обращение офицерское. Честь имею. Честь имею. Но его поменяли на «Полицейские срублевки». С точки зрения маркетинга, это просто супер название, потому что сколько раз я людям не рассказывал, имел место один и тот же диалог всегда. Типа, что снимали? Честь имею. Вот, честь имею. А это про что? Ну, это про «Полицейского срублевки». О, да, клево, вот это смешно. Мне показалось изначально, первая серия, которую я представил пилот на первую серию, я думаю, что нужно было съесть, чтобы такое придумать. Товарищ подполковник, пойми, ну это нереально. Ну как я мог в это поверить? Я понял, что это какая-то, ну просто, невероятная, нереальная история. И типа думаю, ну, наверное, там скажут, что мы будем снимать как Тарантино. Ну, или как это любят референсы там. Потом я у него спрашиваю, я говорю, Илья, это вообще, ну вот, как бы, что? Он говорит, а ты знаешь, ну то, что, в общем, очень много такого правдивого в этой, я говорю, в смысле? Ну, а эти истории были на самом деле. И я такой, как были на самом деле? Мне потом говорят, что, это, три часа стоял. Ты хорош. Чего хорош? Ты, ты не веришь в то, что реально такие истории были в жизни? А что, ты решил, что он умер? Может, он просто спит? Я не понимал, как это можно придумать с точки зрения бумаги. У меня не укладывалось это в голове. Не вы случайно труп свистнули? Господи. Это же с ума можно сойти? Вот так, если на бумаге читать, думаешь... Сука, ты! Про сценарий, что я могу сказать? Ну, это охуительно. Вот, просто, когда, очень редкое сочетание, когда ты читаешь, мало того, что тебе нравится, плюс, ко всем, тебе еще и смешно. Ты ходишь с рожей Гитлера, размалеванный по всему управлению, и ты не в курсе? Дальше ты у меня что будешь делать? На шлагбауме не сзиговать! Дебил, блядь! Когда мы запустились, это было, конечно, на тот момент, это было отдушиной. Потому что всю ту хуйню, которую мне предлагали, вот, это не то, что читать, это мне произнести там, это читать невозможно. Зачем мне это говно все, а? Ну, зачем? Ну, почему я? Зачем мне это все? Я не спрашиваю. Я не спрашиваю тебя ни о чем. Ну, просто ответь мне на один вопрос. Зачем? Когда я прочитала сценарий, это было очень смешно. Это было, ну, очень смешно. Я читала, я зачитывалась, не говоря о том, что я на спектакле в антракте брала телефон и читала сценарий. Просто часто такое бывает, ты читаешь сценарий, и тебе как бы неудобно и стыдно за то, что ты это читаешь, настолько плохо это написано. И ты такой как бы... Ну, как бы, типа, чувствуешь себя неудобно за то, что эти люди плохо написали. Расслабься. В общем, противно это очень. Ой, ой, ой. Ну, уж тебе-то не привыкать к противному, а? То, что Илья пишет, это все так живо, да, и, ну, в принципе, ничего даже не возникает желания менять. Просто там мы импровизировали и рождалось что-то другое. Я не пишу себе какую-то ересь, там, непонятно, откуда взятую с потолка. Вот. Да, он, конечно, имеет. То есть ты берешь или каких-то знакомых, или что-то еще, и, безусловно, в каждом персонаже есть ты. По сути, твоя личность. Ты ее расщепил, она разлетелась, и часть ее составили разных персонажей. Может быть, таких, каким бы ты хотел быть, или каким-нибудь ты хотел видеть людей. Что-то от тебя в них есть во всех. Актерский состав самое клевое, что у нас есть, потому что это наша такая победа многократная. В каждом человеке это реально победа. Изначально, когда я туда шел, мне сказали о том, что тебя очень хотят снимать. Ну, то есть человек, Илья Куликов, очень хочет снимать именно тебя. Саня Петрова я увидел в джунглях. Первый раз. Законника именно в джунглях, в своем сериале. И мы когда подбирали актеров на главную роль с продюсером с Валерой и Зеней, ну, обсуждали там давайте попробуем такого, давайте сякого, вплоть до каких-то там супер-мега знаменитостей там. Вот. Ну, нужен был реально актер, который потащит, то есть который впряжется и потащит всю эту телегу как бы на себе. Я познакомился с Ильей, я смотрю, Илья на меня смотрит, и он уже, ну, как бы, очень сильно ко мне передреспал, потому что, если бы был, например, другой режиссер, мне кажется, он бы меня послал нахуй сразу, и я бы ушел с проб. Попробовали с Саней, он пришел, и, в общем, это было, ну, что-то такое. Ну, короче, сразу. Ну, он Гриша сам по жизни, то есть они все очень соответствуют психотипу своего персонажа, о чем я уже говорил, то есть я именно поэтому их и брал. То есть это не значит, что Саня, как бы, такой уж раздолбай по жизни, но, ну, и Гриша не раздолбай. То есть у него характер, если бы Саша оказался в теле Гриши, то есть в этой сиюминутной ситуации, он бы вел себя ровно так же. Именно Саша. Привет! Здрасте. Сережа, кто Бэтмен? Я Бэтмен! Я бы вылетал в рубашке. Я! Когда мы с Ильей друг друга видели, мы поняли, что, оказывается, мы встречались очень давно. И тогда друг друга заприметили, и тогда я согласился сниматься в том трэше, который он написал. Вот я сказал, что это не будет. И хотя пилот мы сняли, и все для канала ТНТ, вот, где я играл гея, лютого Геюгу, директора рекламного агентства. Конечно, убить не убьют, но дымоход в каком гей-клубе прочистят конкретно. В прошлом году мы встречаемся с Ильей, и он мне просто напоминает, я лицо знакомо, он говорит, так ты же снимался у меня в этом, вот в этом рекламном агентстве. И тут я понимаю, что все совпало. Вот, и у меня 80% переживаний, и все как-то куда-то улетучилось. Сережа всегда приезжает с какой-то историей на площадку, у него постоянно что-то случается. Веснова! В течение съемок всего сезона можно было бесконечно смотреть на три вещи. Это на то, как горит огонь, бежит вода, и как Бурунов и Бортич постоянно вопят в гримвагене друг на друга. Сука! Тварь! Бурунов! Ну что я про Бурунова могу сказать? Он, ну, артист, он не очень хороший, а и человек говно. И как бы, ну, находиться рядом всегда здесь... На самом деле, с Сережей очень классно, правда. Он очень смешной. Мне безумно нравится, как он все делает в кадре, потому что это правда, это супер смешно. У нас есть одна просто, мне кажется, экстра смешная сцена, где он кушает шарики от моля. Мне кажется, это очень смешно. Странный вкус какой-то. Чего это такое? На фториновые шарики моля травить. Ты! На самом деле, персонажа Гришу и Яковлева, Измайлова и Яковлева можно засунуть в любое место, в любые обстоятельства, и это будет смешно. Чего случилось? Что? Нет, нет, Сережа, пожалуйста. Парни, нервуйте. Я понимаю, это трудно, но мне труднее. Я готов. Сережа, когда приходит, она что-то сердится, ну, он превращается в Володю Яковлева с репликами «Этот мир сошел с ума». И, в общем, люди все реально говорят, ну, да, прям как вот точно. И это действительно его такая иногда злость, она выглядит очень забавно. Этот мир сошел с ума. Может быть, проблем даже не в Измайлове. Сука. 3.17.33. Скажи еще раз, сразу не спасла ты меня, Алена, плакали. Твои добрые дела. Ну, когда я увидел Софью Каштанову, это вообще отдельный разговор, это отдельное интервью нужно записывать. Вот. Потому что… Ну, потому что… Не важно. Это Кристина, эксперт в области интимных развлечений. Мадам, я очарован. Когда первый раз я получила сцену и первый раз прочитала, это была сцена с Мухичем в ресторане, где Кристина предлагает ему совершить жесткий бескомпромиссный половой акт в туалете. Мы с тобой идем в роскошный туалет и совершаем жесткий и бескомпромиссный половой акт. Софья. Конечно. Туалет. Правильный выбор. Это же будет смотреть моя жена, да? Не могу сказать, что это была роль мечты. Нет. Но, когда я пришла на пробы, мы обсудили какие-то моменты и какие-то вещи стали понятны. Спрячься, спрячься. То, что произошло в дальнейшем, как она раскрылась, это вообще отдельная история. В результате я могу сказать, что это просто моя любимая роль. Это глубочайший человек с огромным количеством разных эмоций, знаний, чувств. Все равно он на нее смотрит, даже когда он уже начал понимать, он смотрит на нее и понимает, что это же друг. Для него это вообще какой-то табу. Друг есть друг. Крисис, мы же друзья. И? У моей Кристины весь ансамбль чувств, наверное, затронут. И ей нелегко пришлось конкретно. Пришлось пострадать бедной. Ну, интересные отношения у нее с Аленой складываются, у Кристины с Аленой. Ну да, забавно. Ты такая, оу. А я такая, йоу. Ну, Алена близка мне, да. Она немножечко даже может показаться грубоватой или конкретной очень. Но не от того, что она такой человек. Это ее маска, которая ее защищает. Так, скажи, что ревнуешь. Я? Тебя? Преститутки? Гриша, он и старается ее оберегать в каких-то таких моментах, как мне показалось. И Алена мне в этом плане очень близка. Я даже откликаться на имя Алена начала просто где-то в театре Алена. И мне очень близок стал этот персонаж. У каждого из нас был первый поцелуй. Первая любовь. Первый. Вот это мой первый. Но в кино. Одну таблетку за 45 минут до полового акта. Как раз. Конечно же, этот опыт, даже на этапе съемок пилота и ожидания съемок всего сезона, даже уже на тот момент этот опыт был непередаваем. Это какой-то дикий экспириенс, который я впитывал как губка. Шесть, три, один. Глядя на то, как работают все цеха, как работает вся группа. Шесть, два, два. Мотор идёт, никто не ходит. Саша максимальный, да? Шесть, четыре, один. Первые несколько часов я чувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Не понимаю одного, вот как? Не работает, что ли? Уже нет. Уже нет. Рома — это Мухич, это милейший человек. Такой, как бы, очень добрый, такой немножечко неловкий, но на сто процентов обаятельный, очаровательный. Мухич, милейший! Мухич, милейший! Для первого опыта очень неплохо. У меня с сексом было хуже, серьёзно. Вот с полицейской рублёвки всё идеально. Лучше бы с сексом так было. Обалдеть! У меня есть несколько таких своеобразных жизненных пунктиков. Мы же все, да, по жизни. Вот у меня есть пункт, я не ем укроп и петрушку. Пацан, ты кто? Вообще-то это твой сын, Петрушка. Только благодаря этому сериалу я начал к Петрушке относиться по-другому. Укроп всё так же не ем. Ладно, сиди. Ну, Саша Борщич — это сгусток энергии, который перемещается всё время по площадке со спонтанными выбросами любви и шуток. Мне очень нравилось, мне нравилось и, надеюсь, ещё понравилось играть Нику, потому что можно делать вообще всё, что угодно. То есть любую сумасшедшую штуковину, которая приходит в голову, можно делать. И не бояться, что придёт Илья, скажет, так, Борщич, что это такое? Ну-ка, убираем. Я тебе не верю. Ты сон вчерашний, который мне приносит слёзы. Наоборот, он придёт, скажет, да, отлично, да, давайте ещё раз. Можно тебя поцелую, а? Нет, нельзя. Такая ты умничка. Такая ты хорошая, красивая моя. Я бы долбался опять, что ли? Это как бы немножко из моего прошлого такой образ, вот такой вот. На самом деле я сейчас намного более спокойней. И только когда я приезжала на нашу площадку, я включалась в это и существовала так даже вне кадра. А Саня — это вообще такой человек, который, ну, она как животное, у него какие-то инстинкты. Ну, то есть этого нельзя научить. Чё ты всё время хочешь от меня? Она за секунду включается. Ну, все мы знаем, что такие девочки на самом деле внутри очень нежные, иронимые. Это мы увидим буквально в моём первом появлении. Эта же сцена родилась из импровизации. И просто мы в какой-то момент так расслабились, как-то так пошло, что там я начала плакать. И это превратилось в такую очень как бы душесчипательную сцену, а на самом деле там было всё иначе написано. И мне кажется, что это очень круто. То же самое начало, как бы, да, зритель увидит, что там-то всё не так просто у неё внутри. Кричи, армейцы Москвы, понял? Армейцы! 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 пригласил, ёбаный в рот, шаварнадзе, блядь, чтоб они здесь стояли нахуй. Сталина с Гитлером бы, блядь, вызвало, ебать, блядь, с того света. Отъебись от меня. Оставь нахуй меня, блядь, в покое. Чё пришла? Разговор есть. Ну, я разрешал им делать импровизацию. Каждый третий дубль у нас был импровизационный, то есть два мы снимали, пока они не получатся, то есть один должен был получиться по сценарию хорошо, второй по сценарию технически, чтобы, если что, какие-то косяки, а третий тогда мы могли, у нас вставалось время, мы могли поимпровизировать. То есть я их отпускал, ребята вперед. Измайлов! Измайлов, у тебя в голове демоны совокупляются. Ты знаешь об этом или нет? Володь, послушай, ты сесть, что ли, хочешь? Ты недоношенный, что ли, я не пойму. Володь, ты сесть хочешь, тебя тюрьма ждет. Не заразвестили на оружие. Хрен знает, кто это такой. А ну, стоять, сука! На первой пробе вообще зародилась атмосфера импровизации, что можно импровизировать, и что в кадре это поощряется, и потом мы начали это очень активно использовать с ним. Ебаные, ебаные, блядь! Мы с Ильей-то как бы особо не, на биографии не работали, там ничего не придумали. Я говорю, будет? Он говорит, во. Я говорю, ну я вот так вот же. Он говорит, во. Сережа Бурунов не любит импровизацию, поэтому мы ему никогда не говорили о том, что будет импровизационный дубль. Привет, Володь! Чего? Хуй вот, чувак. Я-то это секу все, а они думают, они что-то придумали, как это, и, значит, и Александровне, значит, импровизационный дубль. Угу. Ну хорошо, ладно. Ну, чем бы дитя не тешилось, да, лишь бы не руками. Каждый раз после дубля он посылал нас хуями и говорил, какие же вы ублюдки, почему вы так делаете, что, блядь, за самодеятельность, все, что за любительское кино. Хорошо. КОНЕЦ Я очень долго привыкала. Я, наверное, раскрылась в конце съемок, когда мне уже было покомфортнее, когда я привыкла уже и к людям, и к... 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 к Сашу Петрову. Нет, он хороший. А вообще там вырежут, да, если что? Просто его импровизация, она меня так давила, потому что я ничего не могла ему ответить. Но был момент, когда я тоже повеселилась. Так я еще приглашена. У Саши села в кадре «Божья коровка». О, «Божья коровка», смотри. Он, естественно, он не мог это проигнорировать, Саша Петров. И он взял «Божью коровку» и сказал, «О, «Божья коровка», там, загадай желание. Загадай желание и сдувай. Я уже просто опустила руки, я думала, сдуй, и все. Я сдула эту «Божью коровку», и стоит Саша Петров. Я думаю, сейчас он что-нибудь ляпнет, а мне нужно максимально быстро ляпнуть, чтобы он не сказал ничего. Почему ты еще здесь? Грубо говоря, что она загадала, чтобы Гриша исчез. И это было очень тонко, и прямо это была реальная импровизация. То есть она вошла в эту историю. Ну давай по одному. Давай, кто первый. Это было интересно. И по этому принципу я понял, что и мне также нужно на площадке работать. Вот какой первый импульс у тебя идет от организма, там, залезть в вольер к страусам, например. Вот если у тебя это рождается здесь сейчас, вот эти страусы, то это надо делать. Боитесь, да? Боишься, сука? Валера Поляков, конечно, зажег в нашем. Это человек удивительный, который, про которого вообще мы сейчас говорим. Человек сыграл просто труп. В натуре кракнул. Это ж надо, а? Во-первых, он постоянно просыпался. Валерий, вы спите, вы мертвый. А, что? А может быть мне руку вот так положить? И вот в момент того, когда Гриша его оставляет, они с Кристиной расходятся в разные стороны, но Грише мало этого, он решил сделать селфи с мертвым дедом. В этот момент он открывает глаза, причем очень смешно он это сделал, реально не ожидал. И заорал. И сделал в этот момент фотографию. Фотография осталась. Когда тебя приглашают на кастинг, тебе сообщают, кто будет работать над проектом. Кто является сценаристом, режиссером. В данном случае все в одну строчку было прописано. И мне сказали, это же Илья Куликов. И на фоне кто-то сказал. Ах! Я говорю, что? Это же Илья Куликов подаил кто-то. Я говорю, да вы что? Правда? С Илюхой я ему абсолютно доверился, что очень важно между артистом и режиссером, когда существует доверие, и это очень дорогого стоит. Обычно это... Илья, он сумел вдохновить огромное количество людей и убедить в том, что это может быть. Мне кажется, Илья, он создал мне такие тепличные условия и так старался как-то меня, мне так кажется, как-то оберегать. Ой. Конечно, уже через три дня я говорил, а вы знаете, где я снимаюсь? Сам Илья Куликов. Ах! Поэтому, конечно, это приятное знакомство с мэтром, которого я не знал лично до этого, это упущение на верстном усердь, хорошо. Это было здорово. Конечно, с Ильей невероятно интересно работать. Илья. Очень интересно. И действительно, я всегда чувствовала абсолютную защиту и поддержку. Я понимала, что я не останусь вдруг в каком-то непонимающем ситуации, положении. Он очень четко всегда все раскладывает и очень помогает, потому что он все знает. Илья вот как-то так меня направил, что я вот, ну, грубо говоря, не выходила из образа даже вне кадра. Ой. Так нельзя делать. Это было очень классно, потому что в кадре этот, ну, энергетический поток вот этого персонажа еще больше включался. Ну-ка! А, блядь! Я научился вообще многому. То есть я для себя кучу всего познал, как что делать, как где можно упростить, что самое главное, на что можно, там, закрыть глаза, на что нельзя, что ускорит процесс, что улучшит процесс. Вот. И если, как бы, решительский опыт будет продолжаться, посмотрим, и подумаю. Но если мне все понравится, то я его продолжу. И, мне кажется, будет уже лучший результат. То есть уже, ну, какие-то моменты там прям будут проскакивать. Все очень нормально. Главное найти общий язык со всеми. И бить, бить людей. Мне очень повезло, что у меня есть любовь теперь к кино. И теперь я уважаю еще больше наше кино. Потому что я знаю, как оно делается изнутри. Ну, я, конечно, в предвкушении, как действие будет развиваться. Но, насколько мы знаем, Гриша остается с Кристиной. Что, конечно, не может меня не радовать. хотелось бы, конечно, сыграть, чтобы Игорь Мухич был героем-любовником, рыцарем, мачо. Не важно, какой комплекте. Ты знаешь, круглый мачо. Почему-то круглый мячо. Второго сезона я жду, конечно, уже, он будет, мне кажется, еще жестче. Потому что Илья уже кровушку почувствовал. И мы тоже все. Потому что одно дело, так все сначала аккуратно, так, ну, это прям совсем вообще. Вот. А сейчас уже она капелька-то попала, уже. Ежевика. Во-первых, я надеюсь, что у меня там будет больше. Намного больше. Коленки подвинь. Во втором сезоне, мне кажется, должно быть еще круче в этом. Еще динамичнее, еще круче, еще смешнее, еще драматичнее. И еще страшнее. Ну, вот это круто, когда столько жанров совмещается. Потому что, как в общем, как в жизни. Второй сезон же, как вы уже знаете, происходит. Не в Барвихе больше. Он в Бескудниково. В связи с чем, я думаю, нам придется переименовать наш сериал в полицейский с Бескудниково. Потому что, ну, какие варианты. Второй сезон, они, да, на помойке. И это клево. Они смотрят на настоящую жизнь. У них все меняется. То есть, уже нету столько денег там. Все грустят. Все хотят обратно в Эдем. Но, увы, как бы, приходится работать в этой грязи. Это клево. Новое испытание. Они понимают, что такое настоящая работа. Мы показываем ее отчасти. Делаем какие-то веселые штуки. Опера начинают снимать шоу на YouTube, чтобы заработать денег хоть как-то. Потому что, вообще, у них все плохо. Вот. Мухи чищит любовь. Мухи чищит любовь. Весь сезон находят ту одну, ту другую. И потом находят ту самую. Вот машина твоя, и вот на нее насрали. у нас не сняли кадр. У нас еще один кадр. Ребята, ну это как бы такое, не предоставить. Спасибо большое всем. Проект вообще шикарный. Я надеюсь, что мы всех порвем, все взорвем. Наши... у нас есть и самые лучшие актеры, самая чудесная операторская группа, звук, шумовую. Блять, как это вкусно. Все вообще... Саша любит. Нет, дерьмо. Потому что играет. Жрет говно. Видишь? Рома, я так и знал. Спасибо вам, ребята, вы клевые. Я надеюсь, увидимся на втором сезоне по-любому. Ну и в общем, я вас всех люблю, поздравляю. Спасибо. Ура! Ура! Ура!